За обновлением Цесовской набережной сегодня наблюдает весь город. Компания «Энд Плюс Групп» ремонтирует улицы Бурлова и Гаврилова, восстанавливает Курбатовские бани, благоустраивает территорию. Время инспектировать работы. Администрации Иркутска депутатам и инвесторам представляют проект «Единой набережной». Она должна охватить почти весь правый берег Ангары, от плотины ГЭС до устья реки Ушаковки. Такую концепцию сразу одобрили на депутатских слушаниях. Было принято решение депутатским корпусом обратиться к мэру, чтобы предусмотреть денежные средства для проектирования берегового крепления нашей надбережной. Это участка Вечного Огня до Старого Ангарского моста. Я считаю, что для города это проект, который по своей уникальности и по весу, наверное, даже будет выше, чем 130-й квартал в свое время, потому что объем инвестиций в него превышает в разы. Флагманом территории останутся бани Курбатова и Русанова. Для инвесторов этот объект знаковый. Развитие городской инфраструктуры давно находится в фокусе внимания основателя компании Олега Дерипаски. С реконструкции банного комплекса группа компаний «Н-Плюс Групп» начала комплексный проект по созданию комфортной городской среды. Но набережные в историческом облике будут восстанавливать целые смежные кварталы. Город сейчас в тренде мировом. Это развернуть город лицом к реке. Ведь у нас Ангара – это рекреационный объект номер один. В целом вдоль Цесовской набережной порядка девяти сейчас уже проектов ведет «Н-Плюс». И около 14 миллиардов средств вливается в создание исторической среды и в создание новых совершенно уникальных проектов. Администрация города отмечает – восстановление исторических объектов с их прямым назначением – большой вклад в сохранение иркутской самобытности. Единая набережная может стать примером комплексного развития территорий, когда на проект привлекают финансирование из бюджетов всех уровней и инвесторов. Это, наверное, очень хорошая такая иркутская новая традиция, когда заходит инвестор и решает в комплексе, но не совсем изменяя ландшафт, а воссоздавая объекты, те, которые когда-то украшали иркутцев. Комплекс развития этой территории включается все объекты, находящиеся здесь, в том числе аварийные объекты, в том числе объекты дорожного хозяйства, сетевого хозяйства, элементы благоустройства, комфортной среды. Мы обсуждали, что все должно быть удобным, все должно быть сшито в единый проект. Тогда это будет работать. Курбатовские бани планируют открыть в декабре 2022 года. К этому времени также завершат ремонт Нижней набережной, на некоторых участках начнут берегоукрепления. Единая набережная может стать одной из главных достопримечательностей города. Захар Семенов, Юрий Рябчиков, АИС-ТВ.